МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши вам кубическое здрасте! Меня зовут Алексей Зуйков, и это программа 2 в кубе. Любите ли вы хэви-метал? Не, не так. Любите ли вы хэви-метал? Вот, уже гораздо лучше. Вы спросите, как связано это направление тяжелого рока и настольной игры? У меня есть для вас ответ. Настольная игра Марко Валтиани 0.11. Атмосфера игры навеяна музыкой шведской симфонической метал-команды Террион. Музыканты этой группы и стали прообразами для восьми игровых персонажей. Вниманию игроков представлены мистический капитан Сноуи, предсказательница принцесса Лирия, гениальный изобретатель Польсон, детектив Лорд Колеберг, очаровательная темная леди Льюис, композитор Одд профессор Йонсон, фантазмагорический доктор Викстрём и охотник на оборотней мистер Видаль. Среди этих колоритных персонажей присутствует избранный, которому суждено остановить пробуждение Фенрира и последующий за ним Рагнарог. По одной карте персонажа получает в начале партии каждый игрок. Оставшиеся карты складываются в стопку рядом с игровым полем, а одна из них помещается рядом под него. Этот персонаж и является избранным. Для победы в игре необходимо угадать избранного и привести его к таинственному органу вечного бытия, на котором он должен будет сыграть песнь творения из 15-ти нотных страниц, чтобы отложить пробуждение Фенрира ещё на один век. Пф, делов-то. Карта, оказавшаяся на руке у игрока вместе с четырьмя картами способностей, предоставляет игроку информацию о том, кто из персонажей избранным точно не является. Сложность в том, что информации крайне мало, а времени и того меньше, ведь на всё про всё игрокам отводится ровно 11 часов. Именно столько раундов в игре. В начале каждого раунда открывается карта события, которая вносит небольшие, но порой весьма значительные изменения в игровой процесс. Затем игроки торгуются за очерёдность хода, проводя аукцион по каждой позиции. Ставкой на аукционе выступают драгоценные единицы времени. Изначально у каждого игрока их 45, но если они кончатся, игрок выбывает из игры. Когда очерёдность хода определена, каждый игрок кроме первого должен разместить на игровом поле «Жетон улики». Теперь, в порядке хода, игроки выбирают одного из восьми персонажей, которым они будут действовать в этот ход. Каждый из них предоставляет игроку действие, которое он тут же использует. Например, композитор от, профессор Йонсон, позволяет добавить две страницы к песне творения данного игрока, а доктор Викстрём восстанавливает три единицы времени. Использовав способность персонажа, игрок обязан повернуть одну из трёх шестерёнок действия на один, два или три зубца. За это он теряет такое же количество очков времени. На самой большой шестерёнке обозначено максимальное количество шагов, которое сможет пройти персонаж по полю в этот ход. Но за каждый шаг также придётся заплазить очками времени. Наступив на клетку, на которой расположена улика, игрок, перемещающий данного персонажа, забирает её себе. Для ускорения перемещения может быть использован особый транспорт, который активируется специальной шестерёнкой. В свой ход игрок может воспользоваться услугами парового такси, трамвайной линии, железной дороги или даже дирижабля. Наконец, завершив передвижение, игрок использует финальное действие, также обозначенное на зубце специальной шестерёнки. Расследование позволяет игроку посмотреть одну карту на руках у игрока или в стопке неиспользуемых персонажей. Исследование даёт игроку право взять одну карточку исследования. Такие карты предоставляют игрокам полезные свойства, которые можно разыграть в свой ход. А составление мелодии передвигает фишку игрока на один шаг вперёд на музыкальной шкале. Ведь каждому игроку необходимо для победы набрать 15 страниц песни творения. Выполняя любое из трёх вышеперечисленных действий, игроки могут сбрасывать собранные ими в процессе игры улики, чтобы получить от этого действия большую выгоду. Также шестерёнка действий может дать игроку возможность сдвинуть одну любую улику на игровом поле на одну клетку. Карты способностей, имеющиеся на руках каждого игрока, могут быть использованы для получения дополнительного специального действия в свой ход. Но такие карты сбрасываются после использования, поэтому их следует применять обдуманно. Как только все завершили перемещение действия, последний игрок может раскрыть с руки одну из карточек локаций. Это необходимо для того, чтобы обнаружить, где же в городе находится орган вечного бытия. Расположив карту мистического здания на одной из клеток локации, игрок обозначает положение органа относительно данного здания. Например, орган ниже шпиля, но левее обелиска. За размещение карты локации игрок получает улику и два очка времени, а вот разместивший последнюю, четвертую карточку, располагает на поле и сам орган, добавив себе три очка времени. Затем, в конце каждого раунда, стрелка часов переводится вперед. Игроки оставляют у себя не более трех карточек событий, и начинается новый раунд. А вот в начале пятого раунда в одного из игроков встеляется дух Фенрира. Игрок, который вытянет такую карту, становится одержим злом, и для него меняются условия победы. Для победы ему теперь нужно вычислить и уничтожить избранного, переместив своего персонажа на его клетку. Одержимому не нужен орган, зато необходимы два камня Фенрира, обозначенные на карточках исследования. Но вот если стрелки часов достигли полуночи, а ни один из игроков так и не стал победителем, начинается Рагнарог. Избранный не смог остановить пробуждение Фенрира, а одержимый не успел завладеть его силой. Таким образом, в игре проигрывают все. 0.11 это очень нестандартная и интересная вариация на тему детективной настольной игры, пронизанной атмосферой Стимпанка и творчеством группы Террион. В минусы данной настольной игре я бы записал довольно большую длительность партии и высокий порог вхождения для новичков. А вот плюсы это нестандартное оформление в стиле мрачного Стимпанка, интересный необычный игровой процесс и довольно высокую реиграбельность. Для поклонников данного музыкального коллектива наверняка и вообще нет лучшего подарка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!